Золотые рыб Золотые рыб можно с уверенностью назвать одними из первых рыб, от которых отталкивается вся аквариумистика в мире. Изображение золотых рыб встречается в ранних памятниках китайской письменности и на гербах знатных родов. Считается, что в период династии Мин, то есть до 1644 года, работа по выведению новых пород золотой рыбки достигла рассвета. Именно тогда появились предки практически всех современных пород. В те времена золотые рыбки считали своего рода золотом и их запрещалось вывозить из страны. Однако в 1500 году, всеми правдами и нет, золотые рыбки попали в Корею, а в 1502 году в Японию, еще позже в Индонезию. Японцы, кстати говоря, вывели немало цветных форм и вариантов золотой рыбки. А вот когда золотые рыбки попали в Европу, точно неизвестно. Но что можно сказать с уверенностью, что золотые рыбки преподносились в качестве даров или как награда дворянам? Сейчас сложно представить, но современные золотые рыбки выведены от самого простого серебряного карася. Сегодня окрас золотых рыб достаточно богат. Разнообразная форма тела, форма головы и даже глаз. Рыб с большими до 5 сантиметров глазами называют телескопами. Если зеницы глаз золотой рыбки направлены вверх, то это звездщиты. Спинного плавника у них нет. Небесные глазки или водяные глазки имеют большие кожаные мешки под глазами. О них есть отдельное видео на канале Пар. Есть порода телескопов, глаза которых светятся в темноте. В этом видео я расскажу о телескопах, которые часто встречаются в продаже и привычны в нашем понимании. Начну с того, что телескопы бывают абсолютно разными. Во-первых, отличаются цветом. Самые привычные и распространенные телескопы черного цвета. Но бывают и красные и даже смешанных цветов. Помимо этого, каждый телескоп классифицируется по плавникам, их форме и размеру глаз. Да, выпуклость глаз бывает разной, но неизменным остается туловище, которое называют бочкообразным. Характер телескопов очень спокойный. Это абсолютно безобидные рыбки, но не стоит забывать о том, что если сосед поместится в рот, она его съест. И не потому, что это хищник, а по неосторожности. Случайно. В целом же, редкостью является конфликт между этими рыбками и их соседями. К тому же, телескопы медлительны и пусть даже мелкие соседи, но шустрые, как, например, барбусы, для этих рыб представляют своего рода угрозу. Угроза заключается не только в том, что барбусы или другие мелкие рыбки могут подъербанить плавники, а в том, что оставляют телескопов голодными. Пока нерасторопный телескоп поймет, что началось кормление, мелкие шустряки все съедают. Поэтому выбирать соседей нужно с особой осторожностью. Как показывает практика, в качестве соседей лучше всего использовать родственные виды, то есть золотых рыб. В таком случае можно избежать много неприятных сюрпризов. Не забывайте о том, что телескоп – холодноводная рыба, а большинство других декоративных аквариумных рыб являются представителями тропиков или субтропиков, где температура воды гораздо выше, чем необходима телескопам. Про хищных рыб я даже не вижу смысла говорить. Думаю, вы и так понимаете, что телескопу попросту нечем от них защищаться. Но, кстати говоря, можно успешно подсадить самов. Например, парчоуа или анциструса я успешно содержал с псевдоскатами и даже с платидоросами. Телескопы достаточно просты в содержании и в кормлении, неприхотливы. Они питаются практически всем, то есть всеядны. Конечно, в аквасалонах и зоомагазинах огромный выбор промышленных кормов. Это могут быть не только хлопья, но и гранулы. Причем есть специальные сбалансированные корма именно для золотых рыб. Все виды живых и замороженных кормов телескопы с огромным удовольствием будут есть. Не отказываются и от растительной пищи. Многие заядлые аквариумисты подкармливают телескопов и других золотых рыб ряской. Не забывайте о том, что телескопам нужно время, чтобы найти корм. Если корм упал на дно, не стоит убирать сразу. Все золотые рыбки своего рода пылесосы. Они любят поковыряться в грунте в поисках вкусняшки. Для пары телескопов понадобится достаточно большой объем аквариума, около 80 литров. Естественно, я имею ввиду не молоть, а взрослую рыбу. Ведь размер взрослой особи около 15 сантиметров и это не предел. Если объем аквариума будет в разы больше или, скажем, эти рыбки будут содержаться в пруду, то вполне возможно, что телескопы вырастут до 20 сантиметров. Каждый аквариумист имеет свой способ определения нужного объема для рыбы. Лично я придерживаюсь мнения, что в среднем каждой рыбке необходим 1 литр на каждый сантиметр ее длины. Но золотым рыбкам, в том числе и телескопам, этого недостаточно. В подсчете объема аквариума для этих чудесных рыб необходимо исходить из 2 литров на каждый сантиметр. Но не забывайте о том, что грунт, декорация и оборудование объем аквариума уменьшают. Исходя из вышесказанного, можете сами прикинуть, какой понадобится объем для трех и более телескопов или других золотых рыб, исходя из, конечно, взрослого размера рыбы. Хотя начинающие аквариумисты покупают молодых золотых рыб и небольшой аквариум к ним. Через год понимают, что рыба уже себя чувствует как консервные банки и покупают аквариум немного больше. Проходит время и приходится покупать аквариум еще больше и так далее. В итоге в квартире остается один большой аквариум и несколько маленьких. Но, как правило, если этот уже не начинающий аквариумист действительно увлекается аквариумистикой, то маленькие аквариумы пустыми остаются недолго. Но, повторюсь, лучше сразу потратиться и купить подходящий аквариум, который будет соответствовать размерам и количеству рыб. Определившись с объемом аквариума, давайте посмотрим, что понадобится из оборудования. Начнем с обогревателя. Если аквариум стоит в квартире или доме, где нет резких перепадов температуры, то острой необходимости в обогревателе нет. Телескоп – это холодноводная рыбка или, как еще говорят, холоднолюбивая. Оптимальная температура для комфортной жизни от 18 до 22 градусов. Аквариумисты чаще сталкиваются с проблемой температурного режима знойным летом, когда температура воды поднимается до 30 градусов без всякого обогревателя. Следующее оборудование, которое точно понадобится – это фильтр. По возможности, это должен быть мощный внешний фильтр. Телескопов и других золотых рыб часто называют свиньями. Слово некрасивое, но это в какой-то степени действительно описывает всех золотушек. Можно много говорить о том, почему такое прозвище им дали, но давайте остановимся на одной особенности этих рыб. Очень часто можно наблюдать, как золотые рыбки копошатся в грунте, тем самым поднимая взвесь. Это могут быть отходы жизнедеятельности, а от золотых рыб их достаточно много, остатки, корма и прочее. Хорошая фильтрация позволит избежать этих неприятных моментов, ведь вы заводите рыб не для галочки, а для того, чтобы за ними наблюдать и наслаждаться этим процессом. Очень важно, чтобы в аквариуме была хорошая аэрация воды. Для этого используют компрессор. Если у вас аквариум на 80 литров, то стоит выбирать компрессор, рассчитанный на 100, чтобы был хотя бы небольшой запас. Какое будет освещение в аквариуме с этими рыбками, особого значения не имеет, если не брать во внимание аквариумные растения. Тут лучше опираться на свои предпочтения. Конечно, как по мне, так лучше яркий свет. При ярком освещении, каждая чешуйка телескопа наполняется особым блеском. Если вы задумываетесь о помпе течения, то я должен вас расстроить. В аквариуме с телескопами она будет крайне неуместна. На всякий случай, стоит обзавестись термометром и точно понадобится сифон, с помощью которого раз в неделю необходимо сливать 15-20% воды от общего объема аквариума для подмены на свежую. Пожалуй, на этом и все, что необходимо из оборудования, которое обеспечивает жизнь этим замечательным рыбкам. Следующий этап по созданию идеальных условий – это оформление аквариума. Как правило, многие аквариумисты, подбирая грунт и прочие декорации для своих аквариумных жителей, обращают внимание на их естественную среду обитания. Но когда дело касается золотых рыб, то по факту у них его нет. Да, можно примерно прикинуть, как живут самые обыкновенные карпы, но ветка эволюции ушла далеко за пределы природных условий. И если брать во внимание наших телескопов, то они попросту не выживут в естественной среде карпов. Поэтому стоит исходить от особенностей рыбы-телескоп. Понятное дело, что самая важная особенность этой рыбки – глаза. Огромные и сильно выпуклые. При этом стоит знать о том, что невзирая на необыкновенный размер глаз, зрение у этих рыб крайне неважное. Злую шутку сыграла природа или селекционеры, которые вывели этих пучеглазиков. Но это факт. Более того, нередки случаи, когда телескоп теряет один или оба глаза. Я не раз встречал таких рыб. Это действительно печальное зрелище. Вообще, когда я встречаю в продаже что-то подобное, как, например, телескопа без глаз, я не могу пройти мимо и покупаю его. Нет-нет, не потому что коллекционирую неполноценных рыб. Просто уверен в том, что таких рыб никто не купит, и жизнь этой рыбки, скорее всего, закончится в унитазе. Но мне важно, чтобы вы знали о том, что телескоп неплохо живет и без глаз. Если вдруг такое случится, что телескоп в вашем аквариуме потеряет глаза, не выкидывайте его. У этих рыб всегда было плохое зрение, и они неплохо ориентируются по запаху и боковой линии. Оформляя аквариум для телескопов, обращайте внимание на то, чтобы у декораций не было острых углов. Это касается не только декоративных камней, но и коряк. Оставляйте больше места для свободного плавания. Это снизит вероятность того, что рыбка останется без глаза. В качестве грунта лучше выбрать крупный гравий. Причем, стоит обращать внимание на размер рта. Важно, чтобы рыбка не могла его проглотить. Поверьте, такое случается редко, но случается. Камень попадает в рот таким образом, что рыбка попросту не может его выплюнуть, и его приходится извлекать подручными средствами. Ветеринарный врач по вызову тут уже не поможет, а их теологов в нашей стране не так уж и много. Придется рассчитывать только на свои силы и удачу. Некоторые используют в оформлении дна песок. При желании телескопов можно разводить в домашних условиях, и достаточно удачно, но об этом я расскажу в других видео. А пока на этом все. Всего вам доброго, и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Субтитры сделал DimaTorzok